Здесь берегут память. В деревне Помасьял Парангинского района республики установили новый монумент, посвященный участникам войны и труженикам тыла времен Великой Отечественной. Большая часть работы уже позади. Сейчас местные жители занимаются благоустройством территории, устанавливают ограждения. В скором времени в этом парке высадят декоративные растения и кустарники. За работой наблюдала наша съемочная группа. В память 177 военнослужащих и 294 тружеников тыла деревни Помасьял. Жители поселения не раз задумывались о том, что им давно пора установить монумент, посвященный местным героям. Предложений было много, а вот возможностей нет. В этом году группа активистов взяла инициативу в свои руки. Проект был разработан в короткие сроки. С подробными чертежами представители инициативной группы отправились к жителям деревни. Мы провели собрание. После собрания по списку пошли сперва по деревням. Официально большую собрание в деревне не провелось, потому что сейчас жизнь другая, поменялась. Мы в собрании провели в каждом дворе индивидуальное собрание. Показали примерно, какой будет этот памятник. Деньги на строительство монумента собирали всем миром. Большую поддержку оказали местные жители, выходцы деревни Помасьял, а также спонсоры. Общими усилиями было собрано более 100 тысяч рублей. Все деньги были направлены на строительство, установку монумента и благоустройство территории. В свое время на фронт из деревни Помасьял ушли 177 человек. Вернулись лишь 73. Представители инициативной группы провели большую работу с архивными материалами. Основной упор был сделан на книгу. Они защищали родину и книгу памяти. Проводились беседы и с местными жителями. В ходе исследовательских работ был обнаружен архивный дневник с фрагментами писем солдат. Благодаря нему выяснили фронтовой путь одного из жителей деревни Вараксина Василия Захаровича. Таких подробностей не знали даже родные ветераны. В этом дневнике отражены выдержки из фронтовых писем. И вот, читая эти письма, мы узнали, что наш земляк Вараксин Василий Захарович прошел долгую фронтовую дорогу. Начиная от Москвы, дошел до Прибалтики, а потом его фронтовая дорога его довела до Японии, потом в Манчжурью, Корей. И только в 1947 году он вернулся домой. Награжден был тремя медалями. Сегодня в деревне Помосьяло не осталось живых свидетелей Великой Отечественной. Поэтому для молодого поколения особенно важно помнить тех, кто приближал победу. А новый монумент, несомненно, сыграет в этом свою роль. Когда мы построим монумент, они, проходя каждый день или приезжая из города, увидят, что в деревне Помосьяло были такие люди, которые защищали наше Отечество. 2020 год объявлен Годом памяти и славы. В годовщину 75-й победы в Великой Отечественной войне в Морел, как и по всей России, проходят различные акции и события, направленные на популяризацию истории. Большое внимание уделяется строительству и реставрации мемориалов, посвященных солдатам войны и труженикам тыла.